Доброе утро. Железов на проводе. Сибирь, Красноярский край Хакасия. 18 декабря кончились 25 градусные морозы. Это и так было для нас сильно тепло. В декабре каких-то 25, а сейчас вообще ноль. Климат меняется. Мы должны приспосабливаться. Любое потепление для нас это эпидемия гриппа. Как помните, нам нужен мороз. Я железов мечтаю о морозах. Мои деревья тоже устали от этих теплой погоды. Им нужен полный сон. Даже абрикосы до 40 градусов чувствуют себя прекрасно. Вот. И бесснежье наше. А на улице всего три дня, как выпало сантиметр снега. Это при морозах. Но мы справляемся. Наши деревья адаптированы. Сейчас мы с вами пытаемся сравнить нашу технологию и технологию Финляндии. Шестая серия. Прекрасная, великолепная организация работы. Великолепные саженцы. Но я продолжаю эту тему, потому что я сомневаюсь, что они к нам годятся. Здесь две-три принципиальные технологические ошибки, которые... Нет, не технологические технологии, у них все в порядке. Вот она. Технология называется дождевание. Вот. У них ошибки физиологические. Деревья вот так расти нельзя. Они... 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 То есть выращивают деревья, финны, так же, как наши, их калечат. Я это докажу. В результате саженцы с закрытой корневой системой, с бережной доставкой, вот. Все-таки имеют шанс на выживание, но все-таки это не то. Если бы я попал бы в Финляндию в волю судьбы со своими бы опытом зданиями, пришлось бы перестраивать всю работу. Потому что они... Попав в Россию, попав в наши сады, саженцы, ценой по 5, 3, 5, 8 тысяч рублей. А это в 10 раз... В 10 раз дороже наших средних. Да, серьезно. Вот. Ну, наши, конечно, еще хуже. Извините за такое выражение. Вот тут я не патриот совершенно. Я буду дальше это все доказывать и доказывать. Итак, поехали. И вот. Вы должны убедиться, что я отвечаю за базар, как сейчас модное выражение. Как с контейнерными растениями, полив осуществляется с помощью автоматически передвигающихся поливных рамп. Только этому мы можем завидовать. Со своим собственным материалом для... Вот он, собственный материал для размножения. К сожалению, я... Мы сейчас просто проскакиваем это конспективно, чтобы вы помнили, о чем мы говорили раньше. Я не увидел... Я видел матовый сад с огромным количеством этих веток, которые при копулировке... А они молодцы, кто занимается копулировкой. Вот. А это для нас позор. И для тех иностранных саженцев, которые привиты одной почкой. И каждый имеет страшную рану. Вот здесь финнов я превозношу. Молодцы. 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 Что вы занимаетесь копулировкой? Молодцы. Шайбу А. Про шайбу это мы с финнами еще поговорим на хоккее. Размножение плодов на деревьях. Вот это и весь урожай, который нам показали. Это довольно странно. И тем, как начать работать с посадочной деревьей, матовый сад имеется, спору нет. Занималась крупным и штабным производством яблок. Все лучше... Про это уже говорил, но я вынужден показать вам. Сейчас скажу, сейчас скажу. Так. Ага, сейчас, секундочку. Это у меня подготовка к вебинару, который состоится 20-го числа в понедельник. Вот. Вот, 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 вот. Чаще всего саженцы поставляются привитыми на карликовый подвой. Возвращаемся. Вот он. Это конспективно. Вы видели саженцы на карликовых подвоях. Вот, я считаю так. Вот, я ничего против не имею. Они, видели, там даже несколько яблоков висело. Несколько. Вот. Но я всегда говорю одно и то же. Вот. Если, вернее, так, вам решать, 20 коз, вернее, 10 коз доить или одну корову иметь. Вот. Это уже решайте сами. Вот она. Производство яблони. Ежегодно ранней весной мы прививаем в нашем хозяйстве около 50 тысяч плодов. Вот. Смотрите внимательно. Вот это и есть карлик у него в руках. Карлик. То есть, карликовый подвой. Здесь эта палка была воткнута в землю. Видели в предыдущих сериях этот самый теплицы с туманными установками высокой влажности. Там они укореняются, эти палки. Так. Вот. Если бы когда-нибудь все-таки был бы диалог именно с теми хозяевами сада, вот особенно с молодежью, наверняка по-русски понимают больше, чем уверен. Так. Вот. Я бы им задал вопрос. Откуда дровишки? Почему я называю дровишками? Первое. Карликовый подвой, искусственные корни. Они, эти корни никогда не напоят дерево. Она постоянно нужна в искусственном... Нормальное дерево, сеянцы, воду найдет. Я, например, вообще взрослый сад не поливаю. Вообще. Поверите в это. Хоть засуха, хоть чего. Сеянцы дают... Сеянцы и сеянцы. Они воду находят сами на глубине несколько метров. Эти центрального корня не имеют в принципе. Им по генетике не положено. Это саянцы второго сорта. У них вот все вот эти корешки вылезли не из почек, так называемых, пусть подземных, а из клеток. Мересистемную систему... Здорово слова. Мересистемную технологию мы сейчас изучать не будем. Я просто хочу сказать, что я бы задал вопрос, и сейчас задаю. А так как у нас двое как бы с автором всех этих фильмов, я и еще и Людмила Николаевна, которая живет в Финляндии, то может она когда-то узнает. Вряд ли я когда-то подружусь с хозяевами. Я же их практически критикую. Откуда ветки, которые укореняют, они берут? А вдруг с культурных деревьев? И тогда все. Это туфта. А если они берут какие-то дикие из леса деревья и с них нарезают ветки, тогда у них будет биологическая несовместимость. А питомник достаточно молод. А как они ее преодолели? А где у них селекционный участок? Видите, сколько вопросов? А внешне выглядит прекрасно. Я любуюсь этой девушкой. У нее прекрасные навыки. Вот они, смотрите. О, деревьев. Надрезы на подвое и выведенные побеги должны быть идентичны с тем, чтобы приведенная ветка могла прочно прирасти к подвою. Сначала ветку привязывает эластичную... Вот, фактически учеба. Это простая капулировка. Сейчас она вот прямой, вот эту веточку, которую мы видим справа от нас. Она сейчас нижний край зажмет большим пальцем левой руки и примотает. Очень эффективный способ. Ну, небольшая халтура, видели. Не до конца у нее получилось. Теперь смотрим еще. Вот, они... Получается у нее так. Это не чистая... Да, ой, я не буду критиковать. Практически сделана прививка в корневую шейку. Молодец. Вот они. Это второй этап, как бы второй тип. Здесь у нее... Или вот тут вот сбоку в это... Вживлено в такой разрез или расщеп. Здесь непонятно. И, в общем-то, единственное что... Экономия-то есть. Она внедряет только один. Один прямой. Один черенок. А я бы делал бы два. Но для любительских садов. Почему два? Вот здесь вот эта рана, она всю жизнь будет мешать и пропускать сюда мороз. Постепенно она затянется, но все-таки я уже отношу такие саженцы, уже по сравнению с этими, вот с этими. Вот. Я отношу их ко второму сорту. Вот там перебор. Там уже переросли подвое. Вот это можно практически назвать первым сортом, если бы не карликовое подвое. Тут затем выросшие однолетние саженцы подвергаются... Внимание! В данном случае она не прищипывает. Прищипание покажут во втором месте. Здесь немножко их текст не совпадает с этим, с изображением. Здесь она не знает для чего. Нет, знаю. В общем, вот саженцы у них должны как бы придуманные не природой, а людьми стандарту подчиняться. Вот один из них. Сейчас они, чтобы больше не росли, она их просто подрезает. При этом середина лета, внимание, друзья, гражданин Железов, гражданин России вам говорит. Вот. Здесь наши финские друзья совершают ошибку. После этого на саженцах, а им впереди продажа, так, уже теряется несколько градусов морозостойкости. Почему? Допустим, это середина лета, скорее всего. И саженцы подвергаются... Саженцы просыпаются. Оно обычно внешне незаметно. Но почки перестают готовиться к зиме. А это одна из главных их задач этих почек. Они перестают... Не то, что засыпать. Дозревать. Дозревать. Вот. После прищипывания этот процесс останавливается, и у них появляется желание выпустить лишние ветки. На какой-то момент, если впереди зима, вот это чуть-чуть набухшие ветки, и саженцы теряют морозостойкость. Вот то, что она сейчас делает, это должен быть один из самых запрещенных приемов. Мы, россияне, у нас свои правила, у нас свои эти самые наставники, к сожалению, все, кто учит летом, осенью и зимой обрезать, это наши враги и предатели. Они не знают этого. Они замечательные люди. Большинство из них вообще в Садовосе ничего не понимают. Им нужны лайки, все. Для этого придуманы лишние слова, лишние методы. А мы должны знать. Вот то, что она сейчас делает, саженцы теряют морозостойкость. А ему в Россию ехать. Вот почему я так долго говорю. Прищипываю для придания веткам необходимого размера. Вот. Вот эта вот стандартизация, это главный враг. Мы дачники, нам нужны саженцы не стандартные, а такие, какие они обязаны сами себя расти. Вот. И теперь она еще и сбоку их... Для чего она делает? У них специальная техника. По этим рядам ездят эти самые... Трактора специальные. И они должны прямо саженцы под тракторами проходить. Вот. И сбоку, видите, все сбоку. Они не должны им как бы мешать. И она вынуждена подгонять уже под человеческий стандарт, чтобы людям было удобно. А саженец продолжает коррекция. Это еще отрезанные ветки. Плодовые деревья будут расти год-два. Видели? Таким образом плодовое дерево, поступающее на прилавок садового центра... Вот еще, вот сюда верхушка отломила. Видели? Вот сейчас ее минуту. Вот. Еще раз говорю. А это... Смотрите. Плодовые деревья дают... Воковые. Внимание. Плодовое дерево, поступающее на прилавок садового центра... Видели? Верхушка отрезана. Оторвана. Что получается? Снизу. Около метра. Штамп. Страшная вещь. Подгоняют под стандарт. А мы с вами никогда, мы дачники, мы должны выращивать сами. Сейчас эти саженцы приедут в Россию, и они не обязательно умрут. Они будут медленно дохнуть, выживая. Часть из них выживет. Но перестроит программу полностью. Об этом мы тоже будем проходить. Духлетние работы. Четыре года растят. Мы будем выращивать за это. За один-два года. Технологии производства растений приходится на долю роддендронов и азалии. У нас растет почти 20... Пропускаю. Жаль, но пропускаю. Время жалко. Технологии меристемного размножения... Меристемное размножение, я скажу только общая фраза. Для кустарников еще годится. Они при этом, естественно, растения, которые выращены из клеток, это я пока коротко, конспективно. Они не морозостойки изначально. Это судьба быть не морозостойкими. Они могут быть... Эти клетки взяты только у культурных растений, потому что это их копии. Это овечки долли. А морозостойкость исключена 100%. Значит, только кустарники. И только под снегом. Так? Вот это и есть мерисистемная система. Как я? Масло масляное. И вот это... Это по-другому называется микроклонированием. Для деревьев должно быть исключено. Все, чем занимаются сейчас российские... Каждый вуз уже взял за себя это... Иметь лабораторию, белые халаты, спинцеты. И все это туфту выращивать. Я не оговорился, туфту. Но деревья, выращенные из клеток, не имеют права жить. Все это будет уничтожаться. Взрослых садов нет, не видел. Вот. Их, похоже, и нет. Я ошибаюсь, да, пусть меня поправят академики. Да ради бога, вы на этом столько заработали, имеется в виду званий. Денег нет, а наука нищая. Но званий вы заработали. А это тупиковый путь. И там только для Финляндии. Надеюсь, только одни эти размножают кустарники, которые могут отсидеться под снегом. Источек роста растений производят сначала микроскопические, исходные саженцы. Вот они, овечки доли. Вступая непосредственно в питомник на выращивание, растения имеют еще вид крохотных мини-саженцев. Для них это реклама, а для нас это глупость величайшая. Я имею в виду то, что Россия кинулась выращивать с помощью микроклонирования. Все, пропускаем. В течение двух или трех лет. Ну и молодцы, ребята. Занимались бы цветочками, занимались бы этими самыми кустарниками. Тут вам равных нет. Вот, видели? Вот, ребята, видели? Вот ради вот этого трактора, не ради саженцев здоровых, они подвергаются невероятным общипываниям. Вот то, что я называю прищипыванием, я это называю общипыванием со всех сторон. Вот. Одна из недостатков вот этого массового выращивания. Вот почему нет веток. А вот и само прищипывание. После этого, после этого, перестраивается сознание, инстинкт у деревьев. Почему? Вот. Для них это прищипывание. Это не, вот сейчас лучше расти будут, урожаи будут. Нет. Для компактности раз, а дерево от этого страдать будет страшно. И теперь нижние почки начнут вот просыпаться. Вот это самая страшная вещь. Сейчас деревья теряют морозостойкость, а потом поедут к нам. Вот за это тут я им завидую. Он мусящего сада так и не видел. Несмотря на то, что питомник выпускает готовые для продажи саженцы на протяжении всего летнего периода, время, собственно, сбора урожая приходит. Запомните, никогда в течение летнего периода не покупайте саженцы, даже в горшках. Если уже с дуру, с другого слова, не купили, значит, посадили его, сделали тень. Знаете, что такое тень? Это значит, били четыре кола и сверху тряпку. Обязательно притяните. На целый месяц, пока он будет приживаться, в середине лета. Вот. И все равно он будет болеть. На конец лета и на осень наши профессиональные садоводы сортируют большие объемы саженцев для поставки их либо в торговую сеть, либо на доращивание до необходимого. Вот. Слово доращивание, оно в России приняло подлый смысл. Северные и сибирские питомники, а уже и южные, покупая огромные партии южных, еще более южных саженцев из южных и западных стран Европы, а также Средней Азии. Про Китай не знаю, молчу. Китай до сих пор у нас покупал саженцы, сейчас не знаю. Но Средняя Азия и Западная и Южная Европа придумали слово доращивание. Покупают огромные партии. Не вот то, что вы видите эту красоту. Да я им это, кланяюсь низко. Молодцы, финны. Настоящая работа. Правда, саженцы нам не годятся, но это уже, знаете как, ложка дегтя. Ну что поделаешь. Они иначе механическим способом не смогут обрабатывать. А если вручную, тогда он уже будет не 5-8 тысяч финский саженец стоит, а 15-20 тысяч. Если как мы вручную. Только Сергей Железов продает по тысяче, по полторы. Саженцы, которые вообще, так сказать, без страха и упрека. И вот получается, что получается, что слово доращивание стало подлым приемом. И так, огромная партия, сухие, полусухие, ничем не укрытые корни, все это навалом поступает. Потом рассаживаются по горшкам, а они еще без листьев, естественно. И быстренько, быстренько на продажу. Еще раз повторю, как анекдот. Помните, одна из землящиков... Прошу прощения. Юля, я фильм снимаю, через несколько минут перезвоню. Так, жизнь берет за горло. Итак, значит, о чем я говорил, о чем я говорил, как анекдот. Да, еще раз повторю, наученная мной пошла на питерский рынок, начала подергивать саженцы, оказалось, все они были прикопаны, это и есть доращивание, это подлое, вот, не выращены в горшках, прикопаны, или хотя бы пожили бы в горшках, чтобы ком образовался. Нет, она начала выдергивать сухими корнями, ну, не сухими, но, это, голыми, вот, и, пожаловалась, Валерий Константинович, мне чуть, эта женщина, мне чуть морду не набили. А я не считаю их высококачественными, это стандартно, да, а за них бы мордой, конечно, финном бы наши, в Питере бы не набили, где будут продаваться, но, мне вот эти саженцы глаз режут. Вот, смотрите внимательно, вот, посмотрите, вот там, я очень дотошный, и нудный, вот, где левая рука, за рукой, вот тот саженец, посмотрите, какой штамп, больше метра, смотрите дальше, вот, это только, до пупа его достает, вот, и когда вы этот саженец купите, питерцы, вот здесь, отрезайте сами, вот здесь, вот это саженцы, готовые к продаже, они в горшках, вот, вот это очень похоже на яблони, вот здесь отрезайте, и вот эта часть, с горшком, прекрасно приживется, потом она начнет обрастать снизу, и для этого я вам сейчас еще покажу, вот это моя лекция, вот, сегодня у нас, мне осталось немного поговорить, больше получаса, я не делаю фильмы, потому что меня ругают, вы же ругаете, так, значит, вот эта подготовка, здесь будет очень коротко все это рассказано, видите, Западная Европа использует мои фотографии, даже мою физиономию, то есть я оговорился, Западная Украина, вот, а вот это начало, вот этот самый товарищ, вот он, видите, я перефотографировал с экрана, вот, чаще всего, сорта, карликовый подвой, вот это я расскажу, на вебинар, вебинар у меня всегда по понедельникам, кто еще не знает, запоминайте, вот, информация есть в моей гостевой книге, моего сайта, вот, вот это обычная реклама, вот цена 5000, а если по 8, вот это саженец, купленный, нашей русской жительнице, Финляндии, Людмилой Николаевной, вот он рос себе, рос, никому не мешал, то есть он сверху начал дохнуть, вот это штамп, и он начал штамп обрастать, дерево начало принимать естественную форму, еще раз говорю, господа финны, делая такой штамп, вы получаете внешние красавцы саженцы, мощные, рослые, если бы он был без этого штампа, он был, это один из секретов всему свету, вот она технология, вот она коммерция, он, уберите этот метр, да, представим себе, что вот как здесь, вот еще прошел год, смотрите, видели, возвращаясь в свою форму, и он, а выше все это, к чертовой матери, лучше бы отрезали, вырастив на метр, короче, саженец, не дадут люди, обыватели, за него 5-8 тысяч, вот что, и вот уже метр, а потом там еще полтора-два, а это самое, я это называю, ой, финны, финны, подводите вы россиян, подводите, потом дерево, если выжило, а у Людмилы Николаевны не все выжили, оно становится вот таким, обрастает снизу, наши же дерево, ненавистники, ненавистники природы, с любовью, делают злобные вещи, заставляют опять вот это все отрезать, дерево возвращает естественную форму, лучше бы сразу бы, лучше бы вот этого штамба не делали, они его делают искусственным путем, или отрезают мелкие ветки, видели, или еще почками, это называется ослепление, выщипывают почки, вот, вот это, ради этого стоило говорить, ну и так как осталось еще 3 минуты, а это я буду рассказывать на вебинаре, горькую правду, видите, абрикос, абрикос, короче говоря, я даже покажу, это наш позор, абрикос, огни Челябинска, сады России, вот, вот это дерьмо, извините за выражение, купил человек и прислал мне фотографии, вот, откуда он знает, что в посылке, а посылке из калечной сады, даже не замазанными ранами, вот, я там был, я видел, как работают таджики, вот, мы, рядом с ними, стопроцентные бездельники, рядом, если поставить, как таджики, как русские работают, я не преувеличиваю, бешеный темп, рук не видно, вы понимаете, как они работают, вот так, раз, раз, отрезал, вот так, раз, 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 замотал, все, следующее, у них это заработок, и они гонят такое туфту, чтобы хотя бы какой-то заработок заработать, вот, а потом люди, это надо сразу выбрасывать, извините за горькую правду, и так, лучшая саженца, естественно, у Сергея Железова, вот, это будет отдельный разговор, заканчивается уже, этот самый, наш фильм, он сейчас отключится, и все, вот, и, а потом вы увидите, удивительный мир, удивительный, это подготовка к вебинару, вот, посмотрите, какое дерьмо, как дерьмовые эти советы дают, как искалечить саженец, мы не лучшим, мы хуже финнов, хотя потому, что наша землячка, она же жительница Финляндии, Людмила Николаевна, сказала, финны посадили и забыли, и у них, они плодоносят у финнов, ну, что творится в России, тысячи, тысячи блогеров, тупых, как валенок, он говорит, валенок должен, дерево надо так проредить, ветки, чтобы валенок пролетал, не задев, как это идиот 19 веке, это написал до сих пор в ходу, понимаете, вот, и эти тысячи блогеров, ради этих самых, как они называются, лайков, учат убивать, 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 вот как здесь, представляете, что делается, а она рассказывает, Финн посадил, забыл про него, и едят, и абрикос, нет, яблони, сливы, и вишни, и груши, едят свои, наверное, привозят их и отравленные запада, но то, что посадил сам, ты же не будешь 40 обработок делать, как в промышленных садах, ой, высказался, все, друзья, давайте, какая, шестая серия, наверное, я еще не закончил, записка за Сиронову садовода, это мой, мой, мой канал, и, наконец, 64 тысячи просмотров, первое такое, вот, значит, все-таки постепенно постараемся переломить ситуацию, до свидания, и,